Уже выступили такие мастера, как Изабель Верт на Александра, Джина Капельман на новой лошади Джейрасоль, голландская псарница Сильфен, дочанка Лона Йоргенсен и голландка Шревен. Ну и лидером является Изабель Верт, которая не показала, в общем-то, не очень высокий для себя результат 79,964%. Ну, а на ваших экранах восходящая, можно сказать, звезда. Это Елена Ланге-Ханненберг из Германии на Деймон Хилле. Замечательная лошадь, которая от старта к старту набирает обороты. Хален выступает, у нее несколько лошадей, выступает на двух этапах Кубка мира, выступала на другой своей лошади, Респонсибель Альденбуржце, была четвертой и второй в Стокгольме, соответственно, и у Оденсе. Но, безусловно, Деймон Хилл, похоже, названный так в честь чемпиона мира формулы 1 английского всадника, гонщика Деймона Хилла, чемпион мира 1996 года, оправдывает свою кличку. Всадница выступала на нем очень успешно в Нойнмюстере в восьмом этапе, где они выиграли этап Кубка мира. И пара была второй в Амстердаме вслед за Де Линдой, Корнельсен и Великолепным Парсибалем, которые являются пока действующими победителями финала Кубка мира 2011 года. Я бы хотела сказать, что всадница показывает очень сложные связки, очень интересные. То есть, вот она сейчас симметрично повторяет. Сначала у нее было принимание на пассажи и дальше принимание на рыси. Сейчас та же самая идет связка, только в другую сторону. Лошадь исключительно энергичная, экспрессивная. Тоже движения у нее высокие, воздушные. И мне кажется, они в хорошем контакте идут. Сейчас идет прибавленный шаг. Очень легкие движения на галопе. Прекрасный галоп. Ну, а много может говорить результат этой пары. По гран-при они были вторыми, уступив лишь Аделинде Корнельсен. Их результат 7-6 и 125 тысячных. Причем главный судья соревнований Геслен Фуарш, голландский специалист, высказал мысль, что если Аделинда, если Хален увеличит, так сказать, степень технической сложности, то, возможно, Аделинде нужно будет задуматься о том, что ей надо уступить. Ну, вот она сейчас, она сейчас здорово. Да, она сейчас здорово. Ну, действительно, улучшить очень динамично. Мы за ней с удовольствием следим в течение всего сезона. И, конечно, он очень выразительный. Причем, похоже, что олимпийский сезон будет очень впечатляющим, поскольку, ну, если Кубком мира финалом манкировали и Стефан Петерс, победитель финала Кубка мира 2009 года, и английские всадники, которые являются чемпионами Европы в командном зачете, я думаю, что битва титанов, конечно, состоится в высшей школе верховой езды, в соревнованиях, на олимпийских играх именно в Лондоне этим летом. Именно Кюр, вы понимаете, именно Кюр будет завершать завершающим соревнованием на олимпийских играх, поскольку именно Лондон сто лет назад стал тем славным городом, где впервые прошли соревнования по трем ныне олимпийским видам конного спорта, высшей школе верховой езды, троеборью и выездке. Ну вот на Галопе Хелен демонстрирует очень сложные связки, и прекрасно выполненный пироэд был второй, прекрасная мемка ног, практически нет к ней претензий вообще никаких, лошадь очень легко, свободно, с полным равновесием. Да, действительно великолепная сенсорная лошадь, я бы сказала, и очень приятно, что ему всего 12 лет, это начало рассвета, ну и происхождение в этой лошади, только остается позавидовать. Отец Данерхал и дедушка Рубинштейн. Вот какой высокий пассаж, легкий, выразительный, красивый, но ничего не скажешь. И в полном равновесии лошадь. Прекрасная пиафе. Ну, это сложный переход, ему нужно было развернуться на пиафе, в другую сторону. Очень хороший пассаж, великолепный просто. Татьяна, мне кажется, это лошади серии укращенного огня, это действительно те восхитительные пары, которые составляют славу современной выездки, и, безусловно, благодаря личностям, таким как Татилус, Мукаши Эдвард Гал, популярность выездки возросла в разы, в десятки раз. И напомню, что... Отлично. Напомню, что на чемпионате мира в Кюре, который завершал Всемирный гонный игр в Кентуке два года назад, собралось около 50 тысяч зрителей на Кюре. Ну, а здесь в Браванс-Хале тоже для закрытого помещения очень большое число посетителей. В Северный мир съезжаются люди, заранее бронируя на билеты. 9 тысяч, около 10 тысяч здесь сидят на трибунах, всматриваются в любимые лица, в любимые лица лошадей, всадников. Ну, и похоже, что это очень интересный, очень интересный финал.